Доброго времени суток, дамы и господа. Сегодня поговорим о вечной проблеме в игре World of Warcraft и именно почему же нас не инвайтят в ключи. Многие люди заходят на стримы, спрашивают о этот вопрос, и на текущий момент идет старт третьего сезона, поэтому многим хочется поиграть в ключики, одеться, экипироваться к рейду, чтобы в рейде показать себя чуточку лучше, быть в большем этом левеле, дропнуть какие-то уникальные тинкеты, оружие. Это реально полезно, почему бы и нет. Ключи позволяют нам одеться, делать это можно в неограниченном количестве, ДКД на ключи не имеется, к тому же мы получаем классную викли награду на текущий момент в третьем сезоне. Это 483-я добыча, которую можно улучшать до 489-го. Чем выше наш этом левел, тем, конечно же, охотнее нас инвайтят куда-либо, и тем больше какой-либо результат мы показываем. Люди заходят на стримы, спрашивают, а почему могут не инвайтнуть, что вообще происходит, что это такое, я сижу в очереди по часу, что с этим делать. Расскажу причины, почему вообще все это на текущий момент происходит, и поговорю о том еще, как это все можно вообще исправить, пофиксить, и что можно с этим придумать. Первая причина, по которой мы можем не получать инвайт, это никнейм на кириллице. Данный хейт усилился в последние полтора года, и как бы вы ни старались, вы никогда не получите инвайт в определенные заранее собранные группы, в определенные ключики. Пути решения — регаться просто-напросто в другие группы. Живой пример. В первом сезоне играл ключики, серьезные, и попытался инвайтнуться к Рестор Шаману. На что Рестор Шаман мне просто-напросто ответил, иди играй со своими русскими друзьями. Проходит пять минут, я инвайщу человечка, он регает ключ, собирает группу в свой ключ, и этот шаман пытается подрегаться к нам, довольно-таки двулично. Просто-напросто после этого шаман улетает в игнор-лист, и я с ним никогда не встречусь. С такими лучше просто-напросто не встречаться в этой игре и никак не контактировать, и в ответ что-либо им не писать, а то еще банс ловите. Вторая причина, по которой вы можете не получать инвайд и мифик плюсы — это малое количество очков Рио. Raider.io — сайт, который активен уже несколько лет, предоставляет абсолютно всю информацию о вашем персонаже. Какие ключи пройдены, с кем пройдены, и какое количество ваших очков. Также это все интегрировано в игру. С недавнего времени эти циферки идентичны. И получается это так, что когда стартанул сезон, была укрепленная неделя, люди пошли в ключики. Одеваться, гириться, у всех там рейтинг, конечно, был 0, item level невысокий, малый, 450-ый там едва. И если уже группа оделась к выходным, то, конечно, добирая кого-либо, они от людей требовали каких-то тоже высоких показателей. А человек, который работал в будние дни, который не уделял времени игре, а откуда у него вообще все это будет? Он приходит с нулем, в субботу, днем. Собственно, ничего не может найти нормальное. А ему хочется играть, он не может найти. Пути решения — все просто. Можно играть свой ключ, можно собрать какую-то свою пати в дискордах различных, по друзьям спросить, по гильдии спросить. Уверен, найдутся люди, которые там в таком же примерно находятся состоянии, и с которыми можно поиграть, погириться. Да, вы начнете, конечно, там не с 20-х ключей, не с 15-х, но может с 12-х. И потихоньку будете одеваться, гириться, привыкать к новым механикам подземелий. Потому что подземелий реворкнули, стоит привыкнуть, да, к заклинаниям там и прочим всяким новинкам. В целом-то будет довольно-таки нормально. Многие люди, конечно, да, будут требовать там в 20-ке, в 2.700, но это ни к чему абсолютно. Как показывает практика, данжи сносятся. Можно делать много вайпов, много могил на протяжении данжа, и все будет в целом окей. Касательно рива, также дам совет. Старайтесь посещать уникальные подземелья, которые дадут вам большое количество очков. Также, если ключ проходится не в таймер, за него немного накинут. Не стоит ливать с такого ключа, к тому же лут, лут тоже нам полезен. Третий пункт, по которому вы можете не получать инвайты, это низкий итем-левел. Он схож по факту со вторым, обсуждение бы я построил, наверное, примерно так же, но все же, итем-левел можно поднять способом не только похода в мифик плюс, но также у нас имеются и рейды. Стоит помнить о том, что да, есть рейды. ЛФР, нормал, героик, про мифику шладно не говорю. Нормал, героик, пожалуйста, от 10 до 30 человек. Можно сходить, можно что-то заролить. В целом-то сет кусок никогда лишним не будет. Сеты дают большое количество урона. К тому же, закрыв полностью пул героик, или получив 2000 очков рейд РО, или сделав 1600 рейдингов ПВП в абсолютно любом брекете, мы получаем изумрудный знак искусности, который позволит нам на выбор получить один абсолютно любой кусок. Это действительно замечательно. Также заряд катализатора, его можно реализовать. А 29 ноября мы получим еще один заряд катализатора. Таким образом, у нас просто-напросто имеется на руках уже три кусочка сета, остается добыть только четвертый, откуда-нибудь там с ЛФР, с нормала, героика. И вот мы уже с четырьмя кусками одеты, готовы разваливать мобов. Многие заранее собранные в группах, мифик плюсах, пишут, что not set, напишите свое количество кусков сета, и козырнуть тем, что четыре куска у вас, это будет довольно-таки приятно. Всегда, абсолютно, в любой ключ это будет приятно, полезно и эффективно. Также не стоит забывать о крафтах. То есть, в целом-то, с целью того, чтобы загириться, есть много-много методов. Видосик мой на Ютубе имеется касательно одевания в высокий итем-левел. Обязательно его посмотрите. Ссылочку кину в описании. Подводя итоги касательно решения проблемы неполучения инвайтов по низкому итем-левелу, порекомендую разумно тратить гребни, разумно тратить искры, распоряжаться итем-левелом с умом. И нужно стараться ходить те подземелья, которые дают вам больше всего лута. Нет смысла ходить в одно и то же подземелье, если вам падает оттуда ноль нужных вещей, которые реально вас усилят по итем-левелу или по ДПСу. Думайте, что вам нужно дропнуть и в какое подземелье вам нужно сходить. Неоднократно на трансляциях я говорю о том, что драктиры уже дважды сломали эту игру. Первый раз это дроп маунтов с ворлбоссов, а второй раз это введение насыщателей в игру. Четвертая причина это то, что вы не являетесь метаклассом и вы никогда не получите инвайт в группу. Да, у многих людей с соввода насыщателей произошла просто-напросто мета головного мозга и инвайтятся исключительно метаклассы. Если вы не являетесь метаклассом, то к какому-то лидеру вы просто-напросто не попадете. Живой пример, происходящий на моем стриме, регал два двадцатых ключа, в один меня отклонили мгновенно, в другой же сразу взяли. Данж был один и тот же. Удивительно, не правда ли? Какое решение этой проблемы? Решение довольно-таки простое. Играть либо на метаклассе, который откроет вам двери абсолютно во все ключи, какие вам только хочется. Но опять же тут, хотите ли вы играть на метаклассе? Хочется ли вам менять, возможно, своего мейна, на котором вы играете кучу времени? Осваивать какой-то новый класс? Быть может, этот новый метакласс вам вообще противен по своей стилистике? То есть это, опять же, на любителя, на ценителя, и не каждый будет этим заниматься. Но если вы, как и я, находитесь в веб-тире, и вас не хотят инвайтить в ключи, что ж, ну двадцатку на викли можно закрыть любым классом. Это факт. Можно делать это как в группе, так и рандомные. Когда-то вы, конечно, будете получать много деклайнов, но можно порегать свой ключ, можно порегаться к другим лидерам. Путей решения на самом деле очень и очень много. Тут все зависит от вас, от вашего желания, от ваших возможностей и от ваших вкусов. Надеюсь, поймете мою мысль правильно. Пятая причина, по которой вас могут не едва идти в ключи, это хейтеры. Они есть у каждого. Быть может, даже если вы не стримите, даже если не снимаете видосики, даже если не ведете свой блог, они у вас имеются. Возможно, это участники прошлой гильдии, а может и нынешней. Это довольно-таки страшно. Быть может, вы на кого-то когда-то косо взглянули, быть может, кому-то как-то не так ответили, как хотелось бы тому человечку. Порой люди ждут какие-то нереальные ответы, завышенные ожидания, приводят к обидам, и эта обида будет таиться очень и очень долго, а может быть, даже всю жизнь. Также в поиске спутников люди, вижу, часто выясняют отношения между друг другом, по-любому кидают друг друга в черный список, и, конечно, в бою в дальнейшем они уже нигде не встретятся. О ключах можно даже и вообще забыть, да, между друг другом. У меня хейтеров куча. Сегодня один зашел на стрим, смерти пожелал. Что я могу ответить на это? Я мог бы ответить сейчас, там что-то запикать. Нет, даже не хочу, мне лень абсолютно. Я сижу дальше, улыбаюсь, все хорошо, все замечательно. Мне есть с кем играть, у меня все хорошо в целом. Я этим доволен. Надеюсь, пункты были полезны. Надеюсь, ваше психическое состояние укрепится после пятого пункта. Надеюсь, первые четыре пункта помогут лучше координировать в игре. Пати, само собой, нужно собирать. Если вы отстали по Рио, по какому-то шматью, дискорд мой имеется, ПВЕ-канал, вкладка, текстовый канал, собирайте пати там. Если что-то соберете, там, танк, хилл, 3DD, я буду только рад. Если у вас что-то получится, если вы оденетесь, если вы сможете апнуться, да, получить там две тысячи Рио, две с половиной, потом там МДА выиграете, что-нибудь там мне перепадет. Поэтому действуйте, конечно. Пати — залог успеха по факту. К сожалению, текущий вов эгоистичен по отношению к новым игрокам, по отношению к тем людям, которые вернулись. Рандомам неинтересно, почему вы отсутствовали две недели, почему у вас такой маленький этом левел. Они просто не инвайтнут вас и просто общаться с вами не будут, к сожалению. Таковы текущие реалии. На этом, пожалуй, всё. Мой монолог окончен. Всех вам благ, счастья, здоровья. Берегите ноги, моете руки. Не забывайте о ссылочках в описании. До скорого!